Экспо-музыка с Михаилом Брызгаловым Шедевры из коллекции музея имени Глинки В 1976 году всемирно известный дирижер, пианист, композитор, писатель, педагог и музыкальный деятель Геннадий Рождественский Подарил музею имени Глинки бесценный экспонат Это был рукописный клавир балета Адольфа Адана «Жизель», на котором сохранились пометки сразу двух выдающихся танцовщиков конца XIX – начала XX веков Клавир принадлежал известной русской балерине Анне Павловой Он также был отмечен штампами и рукописными пометками итальянского танцовщика, балетмейстера и педагога Энрико Чикетти Красными чернилами под нотными строками Чикетти вписал в нотный текст потактовый ход действия балета Синим и графитным карандашами темповые и динамические указания Имя Анна Павлова еще при жизни стало легендарным Танцовщица исполняла ведущие партии в постановках, ставших классикой русского и мирового балета «Тщетная предосторожность», «Купеллия», «Пахита», «Дон Кихот», «Шопиняна», «Лебедь» и многих других Павлова с детства мечтала о балете Почти сразу после поступления в труппу Мариинского театра начала получать ведущие партии Особое место в ее творчестве занял балет «Жизель» Партия «Велис и Зюймы» стала одной из первых в репертуаре балерины после окончания Санкт-Петербургского императорского театрального училища Павлова исполнила эту партию в хореографии Мариуса Петипа в 1899 году А 30 апреля 1903 года танцовщица дебютировала в этом балете за главной партией, ставшей у нее одной из любимых Уже будучи известной балериной, Павлова брала уроки у знаменитого итальянского танцовщика Энрико Чикетти Блиставшего на подмостках театра «Ля Скала», Мариинского театра и других известнейших сценах мира В России Чикетти проявил себя не только как блестящий и характерный танцовщик Например, он был первым исполнителем двух антрастных партий в балете «Спящие красавицы» Чайковского «Феи Карабос» и «Голубой птица» Но как балетмейстер он воспитал целую плеяду выдающихся русских артистов В числе которых Тамара Корсавина, Михаил Фокин и Вацлав Нижинский Анна Павлова часто приезжала на занятия к учителю в Италию А на склоне лет темпераментный итальянец сопровождал балерину в ее турне по Америке При слове книги «Воспоминания Чикетти», изданной в 1929 году в Лондоне Анна Павлова обращается к своему педагогу «Мое чувство глубокой благодарности к вам, как к учителю, слилось у меня с любовью и уважением к вам, как к человеку Если наша богиня Терфсихора еще среди нас, вы по праву ее любимый великий жрец» А Чикетти, говоря о гениальной балерине, отмечал «Я могу научить всему, что есть танец, но у Павлова есть то, чему может научить лишь Господь» Экспо-музыка – шедевры из коллекции музея имени Глинки